МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажем обо всем подробно. История Саровского аэродрома начинается с апреля 1946 года. Именно тогда был осуществлен первый рейс «Москва-объект». С 1978-го были организованы пассажирские перевозки в Москву и обратно. Сначала ежедневно и потом два раза в неделю. В 90-х годах рейсы остановили. О возрождении аэродрома заговорили в 2012-м. Спустя 4 года реконструкция летного поля и возобновление пассажирского авиасообщения вошли в меморандум. Полная реконструкция стратегически важного для Сарова объекта началась весной этого года. Тот комплекс вопросов, который на сегодняшний день решается здесь, в Сарове, имеет отраслевое, федеральное значение. И мы очень рады тому, что дан старт окончательным финишным работам по реконструкции нашего аэродрома. В торжественной церемонии закладки первого бетона на взлетно-посадочной полосе приняли участие заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Иван Каменских, руководство ядерного центра и первые лица города. Согласно намеченным планам, реконструкция будет проходить в два этапа. Первым этапом – это реконструкция аэродрома в интересах федерального ядерного центра по программам с применением тяжелой авиационной техники. После реконструкции аэродрома есть планы доведения аэродрома до нормы, годности гражданской авиации при соответствующем финансировании. И планируется организация пассажирских рейсов регионального значения. Ну, по начальному этапе, наверное, это Москва, Нижний Новгород. Работы идут точно по графику. И если ничего не изменится, то реконструкция завершится к концу 2019 года. Еще около полутора-двух лет понадобится для того, чтобы запустить здесь гражданские перевозки. Но при условии, что будет решен ряд вопросов, касающихся закрытости нашего города, и при наличии финансирования. В настоящее время на строительной площадке работает 250 специалистов. Используется около 200 единиц техники. Вся работа выполняется силами саровчан, за исключением двух пунктов. Небольшой объем работ – это специализированные конторы с Нижнего, которые занимаются переработкой старых полос. Пришлось демонтировать старую полосу гидромолотами и специальной машиной перемалывать ее, дробить. И, конечно, основной еще подрядчик, которого мы привлекли, это специализированные конторы, которые занимались укладкой финишного покрытия бетона и в Шеренитево, и в Домодедово. На первый этап реконструкции с федерального бюджета выделили 600 миллионов рублей. Планом предусмотрено строительство взлетно-посадочной полосы длиной 2,5 километра, перроны для стоянки самолетов и 8 зданий. Командно-диспетчерского пункта – здание для прилетающих экипажей и служебных пассажиров, в котором будут расположены залы прилета и отлета, помещения досмотра, служебные и технические помещения. Мария Руничко, Статин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Одним из первых вопросов интересующих народных избранников стала перспектива освоения северных территорий. Для того, чтобы город мог развиваться в этом направлении, администрация Сарову подготовила все необходимые документы. Приложили и обоснования от силовых и надзорных структур – ФСБ, МЧС, ФМБА, МВД. «Где говорилось о том, что изменение границ территории не повлечет за собой каких-то проблем для федеральных органов исполнительной власти и не приведет к дополнительным бюджетным затратам. Тем не менее, в последний момент Министерство финансов сказало, что все равно она считает, что изменение границ на север приведет к увеличению затрат федерального бюджета. И поэтому Минфин России не поддерживает это предложение. Поэтому в последний момент, это было уже на крайнем совещании у вице-премьера Козака, Госкорпорация Руссадом отозвала проект указа. И сегодня нужно снова на эту тему работать». Интересовались депутаты и судьбой проекта реконструкции парка культуры отдыха имени Зернова. Напомним, что дизайн проект парка стал победителем всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов. Общий объем субсидий с федерального бюджета составит 100 миллионов рублей. В рамках областного гранта на этот же проект выделено 17 миллионов рублей. «Для этого года уже разработаны все проектные решения. И сегодня объявляются конкурсы на поставку необходимых мафов для парка, необходимых работ по благоустройству. В этом году мы должны завершить этот весь процесс. И в течение 2019 года, с апреля по ноябрь, мы должны полностью реализовать работу в парке». Обсудили и вопрос капитального ремонта. Согласно отчету главы города, с 2015 по 2017 год в Сарове на капремонт многоквартирных домов было собрано почти 313 миллионов рублей. Из них в город вернулось лишь 38. При этом в программу попало лишь 23 многоквартирных дома. Из них отремонтировано 11, и только 3 полностью. «Выход такой, что мы, ну, во-первых, такой полу-выход – это создание своего регионального оператора. Законодательство позволяет. У нас рабочая группа работает с администрацией вместе на эту тему, который бы был позато отдельно. А второй момент – стали индивидуальные МКД переходить на собственные счета». Отчеты главы города и главы администрации об итогах работы 2017 года были приняты депутатами к сведению. Ознакомиться с ними все желающие могут на официальном сайте Гурдумы. Мария Рунич, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Наступили долгожданные летние каникулы, и у школьников впереди заветные месяцы – отдыха от уроков, домашних заданий и учебников. Вооружившись велосипедами, самокатами и спортивным инвентарем, ребята отправляются на свежий воздух. Мальчишкам и девчонкам, живущим в районе 10-й школы, повезло. У них в свободном доступе и в шаговой доступности есть стадион с качественным покрытием и спортивными снарядами. Мне здесь нравится вот это огромное поле. На нем можно полежать, поваляться, покрутиться. Тут есть резина. Если заниматься на обычной траве, то упадешь, все будет грязно, ободрешься. А тут интересно, весело. Ребятам, живущим в микрорайоне улиц Герцена и Радищеву, повезло меньше. О качественном покрытии и тренажерах на стадионе, расположенном между 14-й и 16-й школами, им остается только мечтать. Заниматься спортом приходится на асфальте, состояние которого тоже оставляет желать лучшего. Когда приходят нормативы задавать какие-нибудь метания, бег, то в этом плане он плохой. То есть там асфальт, он плохой. Когда бежишь, можно споткнуться. У меня один раз такое было уже. Постелить газон, потому что он в сколах, весь футбольное поле. И когда парни, можно сломать ногу или просто ободрать. А в нескольких метрах от поля школьников встречает привычная картина. Разбитые стеклянные бутылки и лавочки, сидеть на которых мало кто захочет. Вопросом реконструкции стадиона уже давно озадачились активные жители микрорайона. В поддержку инициативы собрали более тысячи подписей. Ну, дело никуда не сдвинулось. Конечно, в этом микрорайоне мы живем очень много лет. И фактически вот детям, куда можно пойти, там с мечом погонять, вообще там поиграть, нет. Здесь необходимо оккультурить все, чтобы можно было в таком большом микрорайону куда-то выходить. В этом году была выстроена очередность ремонта стадионов. И межшкольный стадион 14-й и 16-й школы оказался на первом месте. Но появились наиболее приоритетные для города вопросы, такие как ремонт здания 10-й школы. Софинансирование из области пока получить не удается, поэтому городу приходится перераспределять средства и справляться собственными силами, надеясь на компенсацию из регионального бюджета. И если расходы по проекту капремонта школьного стадиона в сумме 33 миллиона 700 тысяч рублей перенаправят на здание 10-й школы, то нового поля и тренажеров детям в этом районе придется ждать еще очень долго. Сергей Безруков был одним из тех, кто всерьез озадачился вопросом ремонта детских стадионов в нашем городе. Стадион неухоженный, фактически заброшенный. Я думаю, что на стадион он мало похож. На площадке просто большое количество места, где можно заниматься спортом детям. На самом деле, для стадиона это очень громкое название для этого места. Тренер-преподаватель спортивной школы ИКАР Алексей Серебров посвятил свою жизнь воспитанию будущих чемпионов. Возможно, среди этих ребят надежда российского спорта. Так же, как и среди учеников 14-й, 16-й, 17-й школ и жителей близлежащего микрорайона. Для нас, спортсменов, любой спортивный объект значим очень сильно. И появление еще одной площадки именно на этой территории, оно очень важно. Как можно тренироваться и играть на асфальте. То есть это в любом случае очень травмоопасно. И практически организовать там нормальные спортивные занятия на асфальте невозможно. Поэтому ковер, он будет хорошим подспорьем для этих школ, для этих детей. Сегодня повсеместно обсуждаются вопросы важности физического воспитания и подготовки будущих чемпионов. И немаловажную роль в этом, несомненно, играет хорошая спортивная инфраструктура. Дождется ли стадион между 14-й и 16-й школой своей реконструкцией, узнаем совсем скоро. В обиходе, пожалуй, каждого жителя нашего города популярны такие обозначения, как старый и новый район. Они не имеют официального статуса и появились тогда, когда началось активное освоение заречной части города. К тому времени уже существовало множество топонимов, появившихся из народа. Например, веселые вдовы. Так называют несколько типовых девятиэтажек на Бессарабинка. Есть мнение, что свое название дома получили из-за того, что в эти малосемейки в советские годы переезжали одинокие женщины преклонного возраста. А для того, чтобы подзаработать прибавку к своей пенсии, занимались в домашних условиях изготовлением некоторых горячительных напитков, которые, кстати, пользовались популярностью у соседей. Вот таким простым образом вдовы стали веселыми. А весь близлежащий район носил название Шанхай, потому что в те годы был самым густонаселенным в городе. Построенные в 70-х годах три дома по улице Шверника получили название Бастилии. Тогда они очень выделялись из общего архитектурного рисунка Сарова. И в первую очередь своими размерами. Каждый многоподъездный девятиэтажка рассчитана на 144 квартиры. У нас в городе вот эти строения, они поражали своей массивностью, вот такой большой громадой. И, естественно, жители города придумали им такое название, как Бастилия. Один из самых последних топонимов жители города придумали для новостройки, которая расположена на пересечении улиц Музрукова и Советской. Назвали этот многоподъездный девятиэтажный дом «Ласточкино гнездо». Своей конфигурацией архитектурной вот он как раз напоминает берег реки с большим количеством норок ласточек. Все эти народные топонимы – часть уникальной культуры нашего родного города. Но далеко не все такие обозначения со временем приобретают статус официальных. Но в любом случае у жителей есть возможность внести вклад в формирование истории своего родного края. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В конце мая в парках и на улицах города можно встретить сильных и мужественных мужчин в зеленых беретах и сноградами на груди. Им есть чем гордиться. Именно им страна доверила ответственную миссию – охрану своих границ. Александр Иванович Рыжов вступил в ряды пограничников в 1977 году. В то время он уже закончил техникум и устроился работать на оборонное предприятие. Я вполне мог бы не служить. Но я посчитал неприлично. Когда все ребята пойдут в армию, я останусь. Выбрал пограничные войска и не жалею. Александр Иванович был на заставе специалистов по обслуживанию радиационных станций. Он попал в 13-й отряд 13-й заставы. Но, несмотря на все суеверия, служба прошла хорошо. Самым сложным периодом была зима 1979 года. Практически все за Кавказью было, пограничная зона закрыта для посещения. Потому что в феврале месяце была революция в Иране. Ситуация была такая, критическая. В феврале американские войска стояли на юге, наши на севере. И мир стоял на грани Третьей мировой войны. Для Романа Казакова вступить в ряды пограничников – тоже осознанный выбор. Готовиться к службе он начал еще в юношеском возрасте. В 1994-м закончил Тверское и Суворовское училище. После – Московский институт погранвойск. События 1993 года на Таджика Афганской границы, когда наши погранзаставы регулярно достаточно вели боевые действия с афганскими джахедами. И тоже сыграло свою роль в выборе дальнейшей профессии. Саровский совет ветеранов пограничных войск насчитывает более 50 участников. Сегодня они занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения и принимают активное участие в жизни города. Совсем скоро те, кто отдали два года своей молодости на защиту границ Родины, отметят знаменательное событие – 100 лет со дня образования пограничных войск. 27 мая горожан приглашают на праздничный концерт, который пройдет в парке имени Зернова. Начало в 17 часов. А 28 мая в 11 утра на Старом Фонтане состоится торжественный митинг. Конкурс «Лучший предприниматель-2017» проводился в два этапа. На первом члены экспертного совета выбирали трех лучших в каждой номинации. Оценивали узнаваемость бренда, качество и ассортимент предоставляемых услуг. На втором этапе финалистов оценивали жители города и сами решали, кто достоин стать победителем. Для чего этот конкурс нужен? Это мотивация. Для того, чтобы лучше работать, совершенствовать качество своих услуг, всегда стремиться к лучшему, к большему. Быть предпринимателем – дело непростое. Чтобы бизнес развивался успешно, необходимо преодолеть множество барьеров и всегда быть готовым к риску. Но саровские бизнесмены не только успешно ведут свои дела, но и вносят вклад в развитие культуры, образования и спорта нашего города. Спасибо вам за ту помощь, которую вы оказываете городу в его развитии. Ну и в целом, наверное, даже, может быть, громко будет сказано, но вместе с тем это так и есть в стране. За заветные статуэтки боролись стоматологии, ночные клубы, фотостудии и другие учреждения города. По мнению участников голосования, лучшим в номинации «Товары для дома и дачи» стал магазин «Саровский хозяин». Победители в сфере флористики – галерей цветов. А лучшим торговым центром признали «Атом». Мы очень рады получить эту награду. Торговый центр «Атом» – самый современный. Мы всегда развиваемся и делаем все для того, чтобы жителям города Сарова было комфортно совершать покупки в нашем центре. Также на церемонии награждения организаторы отметили тех, кто вносит весомый вклад в развитие той или иной сферы нашего города. Благодарственным письмом наградили директора компании «Саровинвест» Павла Харитонова за активную меценатскую деятельность и участие в социальной и спортивной жизни Сарова. Весь вечер в адрес предпринимательского сообщества звучали теплые слова и поздравления от коллег, представителей администрации и тех, кто так или иначе связан с этой сферой деятельности. А организаторы подготовили для гостей яркую концертную программу. Зрители юбилейной ночи в художественной галерее встречает калаш из детских фотографий сотрудников главной выставочной площадки города. К десятилетию они готовились долго и основательно. И все это для того, чтобы в очередной раз удивить зрителя и создать в галерее теплую домашнюю атмосферу. И результат бессонных ночей, проведенных за монтажом новых экспозиций, налицо. Галерея – это не набор картин, развешанных по стенам. Художественная галерея – это атмосфера. Это такой пульс и ритм, который здесь бьется в каждом нашем сердечке. И надеемся, что зажигаются сердца тех, кто сюда приходит. Те, кто пришли в этот вечер в художественную галерею, смогли познакомиться с творческой командой московских художников-керамистов Еленой Мач и Еленой Потаповой. Мастера представили выставку под названием «Цвет огня», центральными экспонатами которой стали керамические светильники. Хотелось привезти в Саров, в такой необычный город, который овеян легендами. Необычные работы, интересные, которые, прежде всего, близки самому автору, самим нам близки. И, конечно, хотелось привезти такие ударные, красочные, чтобы представить в полной мере художественную керамику. Елена Потапова – автор композиций светильников в виде сказочных сов. Каждый образ ночных лесных жителей наделен своим характером. Примечательно, что создавались они в разное время. Некоторые даже становились символом ночи в музее в других городах. Мне вот дают любой кусочек глины, и я пощупаю его и начну лепить. И даже прежде, чем начать лепить, я сижу и несколько минут ее мну, получаю удовольствие от этого раз, и чувствую характер этой глины. И потом она у меня дальше ведет и подсказывает сама, что из нее лепить. На первом этаже расположилась четвертая международная экспозиция в истории художественной галереи. Выставка под названием «Города и Веси» принадлежит Перу нашей соотечественнице, а ныне жительнице Соединенных Штатов Елены Лихацкой. А для тех, кто только начинает свое знакомство с изобразительным искусством, работали творческие мастер-классы. Галерея и для нас является вот таким магнитом, магнитом, который притягивает все самое хорошее, красивое, умное, интеллигентное. Художественная галерея живет завтрашним днем. Календарь выставок уже расписан на два года вперед. Осенью соровчане увидят монументальные работы московского скульптора Олега Закоморного, а также экспозицию нижгородского художника-каллиграфа Елены Алексеевой. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Закрытие одного из пешеходных переходов на перекрестке – вынужденная мера. В часы пик в этом районе очень часто образуются заторы с автомобилей, которые поворачивают с Симашка влево на улицу Курчатова. И по правилам дорожного движения водители обязаны пропускать пешеходов на регулируемом переходе. Планируют, что после демонтажа зебры пробок на этом участке станет меньше. Ещё буквально несколько лет назад этот перекрёсток был далеко не самым оживлённым в новом районе. Но открытие торгового центра с популярной продуктовой сетью, строительство нового детского сада и развитие жилого комплекса сделало район одним из самых оживлённых в заречной части города. В кратчайшие сроки вопрос о закрытии перехода будет решён. Будут установлены ограничительные пешеходные ограждения на пути прежнего. А также будут сняты секции пешеходного светофора и демонтированы соответствующие дорожные знаки. А на ограждениях появится сигнальное обозначение. Решение о закрытии перехода принято на комиссии по безопасности дорожного движения. В этом году саровчан ждёт сразу несколько событий. Одно из них – 27-е международные рождественские чтения «Молодёжь, свобода и ответственность». Пройдут они в несколько этапов, подготовка к которым в этом году начнётся раньше. Особое внимание будет уделено благочинческому или городскому этапу. Мы должны провести в рамках назначенной темы у себя мероприятие. Опыт или наработки по своим мероприятиям, по своим конференциям и так далее, вынести на метрополию. Ключевым событием чтения в тематике «Молодёжь, свобода и ответственность» станет ежегодная конференция «Православное лето», которая в этом году пройдёт во второй половине сентября в Духовно-научном центре. А уже летом юных саровчан в пришкольных и загородных лагерях познакомиться с акцией «Будь достоин памяти великих предков», которая стала частью молодёжного проекта «Александр Невский. Слава, дух и имя России». Определённый материал мы, понимаете, должны уже набрать. И второй этап у нас уже будет здесь, когда мы уже соберёмся на эту конференцию. Программа «Саров благословенный» работает в нашем городе уже три года. Она призвана сохранить культурное наследие Сарова и помочь в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. Под эгидой сотрудничества светских организаций и Института православия в городе ежегодно проходят семинары, благотворительные акции и конференции. Дарится Паригина Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». Вот уже более 15 лет Алексей Васильевич прикован к инвалидной коляске. Точнее, колясок было несколько, но все они не выдержали спуска по ступенькам. Чтобы выйти на улицу, мужчина вынужден ожидать случайных прохожих, которые помогут ему спуститься по лестнице. Ну, никак не спущусь. Я вот жду, когда военный или кто-нибудь пойдёт, то бишь спусть. А опять же спускаться – это коляску бить. Подниматься – опять коляску бомбить. День Алексея расписан, можно сказать, по часам. В половине шестого утра он уже стоит на первом этаже и ждёт, когда живущие в доме военные пойдут на службу. Потом два-три часа прогулки и снова к подъезду ждать помощи, чтобы подняться. А затем целый день дома шить, паять, заниматься любимыми домашними делами. По словам Алексея Васильевича, он не раз звонил в различные организации с просьбой оборудовать съезд по лестнице. И чтобы сделали ещё вот этот, то бишь от бордюров сделали спуск, чтобы никого не просили, сам проехал, заехал. И никаких проблем не нету. В организации, которая занимается обслуживанием дома, пояснили, что Алексею необходимо обратиться с соответствующим заявлением в управляющую компанию и в департамент городского хозяйства. На основании этого заявления они создают комиссию. То есть комиссия выезжает на место, смотрит, возможно ли поставить там вообще пандус, оборудовать. То есть позволяет ли лестничный проём и так далее. То есть соблюдая все нормы и правила по установке пандусов. Комиссия будет осматривать не только лестничный пролёт, но и придомовую территорию для оборудования комфортного съезда на тротуар. И возможно, совсем скоро окружающая среда станет для Алексея Васильевича доступной. Он сможет без посторонней помощи и риска для жизни и здоровья выезжать из дома. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Некоторые считали, что Бог сотворил мир в том числе при помощи Него. Назовите Его. Время. Два тура по 18 вопросов и лишь минута на то, чтобы найти правильный ответ. В этот раз в финале Доброй Лиги «Что, где, когда» приняли участие 9 команд. Ещё днём эти ребята были сотрудниками различных подразделений ядерного центра. А уже вечером они – сборная Томского политехнического университета по игре «Что, где, когда». Это вообще самые прекрасные люди города Саров. Мы называемся сборная Томского политехнического университета, потому что большинство из нас – бывшие студенты Томского политехнического университета. Юрий Николаев и его команда активно посещают клуб «Что, где, когда» и за весь сезон не пропустили ни одной игры. Главная особенность Доброй Лиги в том, что стать её участником может любой желающий, независимо от возраста, образования и сферы деятельности. Вопросы, на самом деле, вообще из разных областей. И никогда не знаешь, откуда придёт вопрос, что нужно знать, что нужно читать. Поэтому это такое, наверное, больше на общую эрудицию, где надо быстро придумать ответ либо правильный, либо смешной. Для команды «Ума не надо» это тоже далеко не первая игра. Ребята принимают участие в Доброй Лиге с 2011 года. И за это время поняли, за что любят эту интеллектуальную игру. Самое классное в ЧГК – это когда ты на 50 какой-то секунде командной работой приходишь к правильному ответу. И понимаешь, что он правильный. И когда тебе говорят, что он правильный, получаешь от этого большое удовольствие. По итогам игры были определены лучшие среди школьных команд и в абсолютном зачёте по итогам четырёх туров. Победители получили не только звание чемпиона Доброй Лиги, но и приятные подарки – наборы книг различных жанров. Мария Рунч, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Преданному другу Елены, Корги Эрику, 4 года. Если перевести эти цифры на человеческий возраст, то получится 34 года. Одним словом, мужчина в полном расцвете сил. Корги – это порода, которая хорошо ладит с детьми и без особых проблем уживается с другими домашними питомцами в квартире. Эрик не любит большого внимания к своей персоне, но терпеливо даёт себя погладить юным зрителям кинологического праздника «Собака плюс я». Порода Корги имеет богатую историю, насчитывающую более тысячи лет, а её представители обладают ловкостью и скоростью, несмотря на интересное строение тела. В три месяца Эрик начал проходить общий курс дрессировки и уже к полутора годам завоевал все возможные чемпионские титулы. Собака очень умная, потому что овчарка. Но, как любая овчарка, с ней надо заниматься. Ещё один участник спортивного кинологического праздника готовится к выходу на экстерьерный ринг. В этом году претендентов на победу оценивают московские эксперты. Но йоркширского терьера по кличке «Наследник престола» граф Радомир это не пугает. Он тоже может похвастаться своими достижениями. И последний из них – титул чемпиона России. С одной стороны, она выставочная, красивая, может быть, импозантная. Но, с другой стороны, у неё очень интересный живой характер. Поэтому мы играем с любыми игрушками. Любим футбол, не поверите. Ежегодный праздник «Собака плюс я» – отличное место для семейного досуга, а также возможность узнать больше о любимых породах. Много полезного для себя смогли почерпнуть и те, кто только задумался о том, чтобы взять в свой дом нового члена семьи. Это не только для любителей собак. Я ещё сюда приглашаю людей, которые хотят выбрать себе четвероногого друга, потому что здесь можно пообщаться с владельцами собак. Все участники были распределены по группам в соответствии с породой и возрастом. Лучшие из лучших были награждены дипломами и призами. Дарится Порыгина Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Посидеть на берегу с удочкой и порыбачить, по мнению Ильи Тузова, это лучший способ отдохнуть и отвлечься от повседневной суеты. Для него важнее сам процесс, а не количество пойманной рыбы. Несмотря на давнее увлечение рыбалкой, в соревнованиях Илья участвует впервые. Никогда не пытался ловить рыбу на время. Это на самом деле что-то непередаваемое, как в первый раз. У каждого участника турнира есть самодельные снасти, прикормка, приготовленная по собственному рецепту, и много других секретных приемов. И соревнования стали отличным шансом проверить действенность всех этих хитростей. Наверное, они у каждого есть, но никто вам, я думаю, их не расскажет. На то они и хитрости, чтобы о них знал только тот, кто ловит. Как и в любых спортивных состязаниях, в рыболовном фестивале есть свои правила. Каждому участнику путем жербьевки отведено определенное место и переходить в другой сектор нельзя. Наживку разрешено использовать любую, кроме живца. Ограничения есть, но их не так много. Основное правило – это ловля на поплавочную снасть. Тур проводится в 4 часа. Разрешено пользоваться одной удочкой с одним крючком, грузилом и поплавком. По окончании соревнований судьи взвесили пойманную участниками рыбу и распределили места в личном и командном зачете. Первое место самым крупным уловом заняла команда «Лавочкам». О, чемпионы! Поздравляем, поздравляем, это вам и грамоту. Награды, дипломы и подарки участники получили в нескольких номинациях. Самый юный рыбак, первая пойманная рыба, самый маленький трофей и, конечно, бигфиш, который в этот раз весил 115 граммов. Елена Грискова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. Более 200 спортсменов и всего 4 дня, чтобы выявить самых сильных, быстрых и метких. Летняя спартакиада уже в 12-й раз собрала на состязаниях спортсменов-любителей из четырех городов в присутствии госкорпорации «Росатом». Нельзя говорить «бывшие профессиональные спортсмены», потому что многие из них и сегодня защищают честь города, но только уже в другой номинации ветераны спорта. И поэтому, в принципе, были хорошие спортивные результаты. Саров впервые принимал Атамиаду. Чтобы достойно представить город, участники активно проводили тренировки, а организаторы готовили к приему гостей спортивные объекты. Нам, как организаторам, всегда важно понять уровень. Радует то, что судейский корпус безукоризненно, можно сказать, справился с поставленной задачей. Это говорит о том, что наши судьи работают профессионально. Наши объекты спорта, конечно, они в хорошем состоянии. Самая многочисленная сборная спортсменов приехала из Москвы. 55 спортсменов соревновались в 10 из 11 дисциплин, еще раз доказав, что спорт – это важная часть жизни любого человека. К тому же, это возможность в очередной раз проверить себя на прочность и поделиться опытом. В принципе, мы достигли того результата, который ожидали. Стали призерами во многих видах, где-то чемпионами. Организация достаточно на хорошем уровне. Региональные этапы прошли в нескольких городах присутствия госкорпорации «Русатом». Финал Атамиады 2018 состоится в Новоуральске с 5 по 8 июля. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин